Реинкарнация. Шесть путей перерождения согласно учения буддизма. Следует отметить, что человек это неконечная инстанция жизни в буддизме. Помимо человека есть и другие формы жизни, в которые может вселяться бесформенное сознание и проживать свой период жизни. Согласно учения буддизма, живое существо, или другими словами, бесформенное сознание может переродиться в тело человека или тело животного, или в тело дэва, асура или прета. Дэвы – это существа, которые обладают божественной природой и, следовательно, имеют большое могущество, намного дольше живут и имеют высшую степень удовлетворения жизни. Асуры – это также божества, но только низшего порядка. Они также называются демонами или титанами, проявляют гнев, гордость, воинственность и хвастовство. Преты – это существа, которые также называются призраками. Но понятие призрака в учении буддизма намного отличается, чем в других религиях. Поэтому преты всегда имеют жажду, голод и никак не могут насытиться. По этой причине преты испытывают страдания и мучения. Нараки – это существа, которые подвержены самым тяжелым страданиям и мучениям. Им свойственна злость, ненавистное отношение ко всему сущему. Все эти типы жизни – человек, животное, дева, сур, пред, нарака – находятся в мире сансары. Сансара – круговорот рождения и смерти. Когда бесформенное сознание попадает в мир сансары, оно может переродиться в теле человека. Прожив в теле человека земную жизнь, после может переродиться в тело дева, потом в тело асура, животного, нарака или прета. И таким образом круговорот этих перерождений может быть бесконечным, пока бесформенное сознание Винчана не освободится от сансары и не перейдет в нирвану. Следует понимать, что перерождается в другие тела не личность человека, а вечное сознание. В какие тела перерождаться определяет карма, кармический закон. За высшую степень злых дел карма может направить, переродиться в тело нарака или прета, там где находится высшая степень страданий и мучений. За среднюю степень злых дел карма может направить сознание переродиться либо в тело животного, либо тело человека. За меньшую степень злых дел карма направляет в тела девов или асуров, там где самая меньшая степень страданий. Только находясь в теле человека, бесформенное сознание имеет самые большие шансы освободиться от сансары и перейти в нирвану. Проживая жизнь в разных телах и находясь в сансаре, существа также могут находиться в трех сферах. Сферы находятся не в каком-то физическом месте, а относятся к типу мышления. Согласно учения буддизма есть три сферы. Это сфера чувственного, сфера форм и сфера отсутствия форм. Сейчас мы разберем более подробнее. В сфере чувственного находятся существа, которые пребывают во власти страстей, желаний и эмоций. Их постоянно мучают стремление к ублажению и наслаждению своих органов чувств. Поэтому они погружены в страдания, имеют физические тела и половые раздычия. В сфере форм находятся существа, обладающие телом, но при этом они погружены в состояние глубокой медитации и концентрации. Они выше эмоций, чувств, страстей, желаний. Поэтому не погружаются в удовольствие и не страдают от боли. Их не мучают стремление к лоснождению для своих органов чувств. Их тела не имеют половых различий и сделаны из особой тонкой субстанции, которая невидима обитателям сферы чувственного. В сфере отсутствия форм находятся существа, уже лишенные физического тела, но сознание которых пребывает на том же уровне восприятия, что и у людей, погруженные в глубокую медитацию. Эта сфера не находится нигде в физическом мире и ни одно из существ не имеет конкретного места. Субтитры создавал DimaTorzok